В финальный день пленэра она решила запечатлеть Владимира на память. Катя, 17, начала рисовать примерно 5 лет назад. На пленэр приехала из Красноярска. В нашем городе юная художница впервые, но уже успела полюбить Владимир. Приехала сюда работать, незнакомство заводить. Вот, ходим, работаем, и мне это нравится. Ну, город красивый, новые места. Всё такое необычное и отличающееся. В Красноярске-то не особо много достопримечательностей, прям таких вот. А тут что, не угол, храм какой-то стоит или собор. Аж глаза разбегаются, всё хочется нарисовать. 12-летний Артём также впервые на Владимирском пленэре. Приехал из Свердловской области. Просто заинтересовался, ездить в другой город, порисовать. В прошлом году я ездил в Санкт-Петербург, в этом решил во Владимир. Нравится рисовать акварелью, но только рисовать акварельными карандашами. Это как карандаши, но когда именно рисуешь, их можно развести водой, можно оставить как карандаши. Международный пленэр юных художников проходит во Владимире уже 17-й раз. В этом году его посвятили объявленному в России десятилетию детства. Пленэр собрал рекордное количество участников. Почти 500 ребят из 23 регионов России. От Калининграда до Камчатки. Приехали также наши соотечественники из Австралии. Это проект, который рождён на нашей земле. Его инициатором была заслуженная работник культуры, педагог детской художественной школы Аида Ивановна Дыникова. Вообще Дом мира поддержал с самого начала проведения этого пленэра и стал традиционно уже нашим проектом на дальнейшие годы. Он помогает развитию межнациональных связей творческих молодёжи, помогает познакомиться с культурой, традициями Владимирской земли, ну и как-то привлечь внимание к нашей культуре. Финал пленэра совпал с открытием выставки детского рисунка «Тема дружбы народов». Поступило более тысячи работ из разных регионов России, от ребят, которые не смогли принять участие во Владимирском пленэре. Членам жюри пришлось проявить жёсткость, потому что выставка могла вместить только десятую часть работ. Работать в жюри было очень сложно, чтобы выбрать какие-то наиболее интересные работы. Ну, во-первых, выразительность. Выразительность, это всегда, какой бы конкурс ни был, всегда является основным критерием. Ну и, безусловно, основная грамотность какая-то, композиция, чтобы была достаточно хорошая, грамотная. Ну, там, колорит, рисунок. Ну, то есть это чисто узкие уже профессиональные моменты. Лучшие рисунки останутся во Владимире и будут показаны на различных выставках. Остальные работы ребята увезут с собой, чтобы устроить выставки в своих городах. Юлия Кузнецова, Екатерина Корнилова и Михаил Пименов. Шестой канал.